Микс Ньюс Добрый день, начинаем программу «Разворот». Меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссёр Евгений Копеин. В гостях у нас сегодня профессор Латвийского университета, доктор экономических наук, демограф Петерис Видринч, многим хорошо известный. Здравствуйте. Здравствуйте. Поговорим о демографии. Как вот уже сказал я за эфиром, тема по-прежнему, можно считать её такой грустной и чувствительной. Ранее Центральное статистическое управление выступило с информацией о том, что рождаемость в Латвии снижается четвёртый год подряд, население тоже снижается. Вот в прошлом году в Латвии родилось 18 589 детей, по данным ЦСУ. Это на 3,7% меньше, чем в 2018 году. Ну, вот, я не знаю, мы, конечно, слышим вот эти данные, в принципе, каждый год. Вот я начну сразу с такого вопроса, как с места в карьер. Вот не пора ли нам уже признать, что в Латвии с демографией наблюдается ситуация, которую можно назвать, ну, катастрофой или, я не знаю, эпидемией или бедствием? Да, ну, действительно, в прошлом году, четвёртый год подряд, число родившихся снизилось, но нужно учесть то, что четыре года обратно был достигнут определённый такой максимум за последние десятилетия, и этот спад, как говорится, ну, действительно, также ощутим. Так что, по сравнению с 2018 годом, тут на 725 родившихся меньше, но мы ещё ожидаем, что ЦСУ, статистическое управление, как обычно, в марте добавит примерно 300 родившихся за рубежом. Так что, ну, вместо 725 снижения, может быть, мы получим там 400, значит, меньшее число родившихся. Ну, тут нужно учесть, что определённые успехи были достигнуты в жизнеспособности, число умерших также снизилось на более чем, ну, тысячу, что уравновешивает. Так что, естественный прирост с минусами за прошлый год мы имеем, ну, пока без этой добавки о числе родившихся, ну, на 434 человека меньше спад, чем в 2018 году. Ну, округлённо 9 тысяч, тем не менее, дефицит, убыль населения в естественном движении населения. А вот интересно, количество родившихся за рубежом из года в год, оно растёт? Ну, определённая стабилизация произошла, так что, ну, в случае, скажем, миграционного реэмиграции, здесь мы имеем определённое, ну, прибытие также ранее выехавших наших граждан и неграждан, где-то около 5 тысяч, и это уравновешивает, скажем, и такого уменьшения мы не наблюдаем. О реэмиграции мы ещё подробнее чуть поговорим, но если говорить о депопуляции в стране, я правильно вообще понимаю, что Латвия по этому показателю отрицательному занимает чуть ли не первое место вообще в мире и уступает там только Болгарии разве что? Да, значит, даже чисто формально мы на пятом месте, скажем, находимся по уровню убыля, по уровню депопуляции. Ну, на первом месте тут Сирия, например, спад населения за последние десятилетия. Но там совсем другие причины. Да, по политическим причинам, на втором месте Пуэрто-Рико, там в 17-м году был ураган, который унёс довольно ощутимые, значит, числа людей, а также, ну, после, значит, этого урагана также, ну, неспокойно, и люди выбывают. На третьем месте здесь имеется в виду Болгария и, значит, Литва. Ну, и фактически у нас сходное положение, как в Боснии и Герцоговинец. Так что на пятом, шестом месте, скажем, ну, с неблагоприятной стороны, скажем, так что 200 стран и территории имеют лучшие показатели в этой области. А зачем это? Ну, мы уберём в сторону Сирию и Пуэрто-Рико, это отдельные случаи, совершенно своеобразные. Да, конечно. С Литвой, с Болгарией плюс-минус у нас похожие ситуации. В чём специфика этих стран, в частности Литвы и Латвии, по отношению к другим? Ну, дело в том, что мы одна из стран, где уровень построения самый высокий. У нас, например, коэффициент смертности, выраженный в промиллях на тысячи населения, 15. А, скажем, рекорд за прошлый год был в Болгарии 15,5. Так что здесь, ну, нужно сразу сказать, что мы достигли определённого даже высокого уровня, рекордного для Латвии по жизнеспособности, средняя продолжительность жизни достигла у нас 75 лет. Поэтому, скажем, этот показатель смертности, коэффициент общий, но он как бы не свидетельствует о интенсивности. Но, скажем, уровень построения образовался в течение длительного периода времени. Молодых людей стало всё меньше и меньше, а старых больше и больше. И по постарении мы находимся где-то около, обычно, 10-го места. И это является причиной, ну, скажем, вот, ну, высокого показателя смертности и депопуляции. А старение, в свою очередь, чем обусловлено? Эмиграция исключительно? Ну, старение, в свою очередь, происходит в основном из эмиграции, но эмиграции преимущественно среднего возраста. Молодых. Молодых людей и молодёжи. Так что, ну, если будет продолжаться эмиграция трудоспособного, и тем более, может быть, среднего, младшего трудоспособного возраста, мы не преодолеем эту, значит, ситуацию депопуляции. Так что, хотя даже, ну, рождаемость увеличилась заметно, а для этого, для простого возобновления у нас не хватает сейчас одну четверть. Примерно возобновление поколений, коэффициент специальный есть на это воспроизводство, 0,75, по моим расчётам, за прошлый год было, значит, 0,78 в 2018 году. Ну, смотрите, если смотреть по регионам мира, мы вот так глобально уже начали говорить, я так понимаю, что Европа единственный регион, в котором наблюдается, в принципе, минус, отрицательные показатели. Самая увеличивающаяся популяция – это Африка. Если говорить о причинах, то есть, если мы берём уровень здравоохранения, здесь сравнивать, ну, я так понимаю, нечего, но, естественно, в Европе он выше. Что это получается? Культурные различия только в силу этого? Да, ну, дело в том, что я как раз и работаю над вопросами обратного положения, скажем, это демографического взрыва, особенностях демографического взрыва Восточной Европы. Ну, к равновешенному такому, значит, ноль приросту стремятся все, сейчас даже ионовские рекомендации, скажем, записанные в документах, ну, скажем, ионовских международных конференциях, что нужно, значит, повышать рождаемость там, где она очень низкая, ну, и наоборот, сдерживать, скажем, ну, в разумном… Большой плюс – это тоже нехорошо. Да, значит, ну, близко к ситуации, как в Европе, также и Северная Америка, но у них, тем не менее, положительный, хотя и невысокий прирост населения, в России, значит, ну, где-то 1,2 коэффициента на 20%, ну, а у вашей упомянутой ситуации в Африке, там есть страны, например, тут рекордсмены Нигер, ну, Нигерия тоже близко здесь, где этот показатель 3,5% в год, 3,5% в год, когда удвоение происходит в течение 20 лет. Население. Да, это демографический взрыв. Это с чем связано, в первую очередь? Ну, видите, эта ситуация, которая образовалась в Восточной Европе, это за 250 примерно лет, 250 лет происходит так называемый демографический переход с высокой смертности и рождаемости на низкой уровне. В течение вот этого перехода происходит рост, прирост населения из-за того, что ускоряется снижение смертности. Смертность опережает рождаемость, ну, и в связи с этим происходит больше или меньше демографический взрыв. Ну, так что это хорошее положение, которое у нас в Европе. Ну, что касается депопуляции, в большинстве стран Восточной Европы, здесь действительно выраженная, значит, эта депопуляция. Но в Европе еще в целом, особенно в Западной и Северной Европе имеется положительный миграционный баланс. Так что, ну, здесь равных больше нет. В Канаде и в Соединенных Штатах, в Северной Америке имеется, значит, как положительный естественный прирост, так и положительный миграционный прирост. Но все-таки это, ну, значит, то, что мы имеем в мире в целом. А в Азии по-прежнему демографический взрыв, особенно в такой стране, как Пакистан, Индия. Ну, Китай приближается уже к минусам. Но у них эта политика была осознанно проведена. Да, у них такое, значит, длилось примерно 50 лет. Ну, видите, значит, Китай в течение 50 лет добился, значит, этого положения, что был высокий прирост, более 100 миллионов в год прирост. Ну, а сейчас в Китае где-то 10 миллионов прироста, который также будет снижаться со временем. И где-то через лет 10 Индия обгонит, значит, Китай по общей численности населения. Ну, примерно в Индии уже близко к 1,4 миллиарда, а в Китае немножко больше. Сейчас прервемся очень коротко и продолжим буквально через минуту, никуда не уходите. Продолжаем. У нас сегодня в гостях профессор Латвийского университета, доктор экономических наук, демограф Петри Звидринч. Нам можно позвонить, если хотите, 672-12-93-9, 672-13-93-9, или пишите нам через WhatsApp 230-6191. Господин Звидринч, я правильно понимаю еще, что нынешнюю демографическую ситуацию, можно сказать, усугубляет то, что какое-то время назад детородного возраста достигло поколение 90-х, которое тоже было немногочисленным. То есть, получился такой вот как бы виток эха демографической ямы 30-летней давности. Да, значит, в период до независимости в конце 80-х годов был максимум в рождаемости, число родившихся превышало ежегодно, в 86-88 году более 40 тысяч, сейчас 18-19 тысяч. В два раза меньше. Ну, понятно, что, значит, после независимости произошел резкий спад, перемены в экономике, в социальной жизни и так далее, и где-то в середине 90-х годов был очень низкий уровень рождаемости, а средняя продолжительность, например, у мужчин было только 61 год. Сейчас 75 лет, это весомый 14 лет рост. Так что сейчас, ну, в детородный возраст вошли эти когорты, малочисленные когорты, и даже если рождаемость, ну, было бы на процентов 30-40 выше, чем она по существу имеется фактически, то и тогда мы имели бы из этой структуры возрастной плохой, ну, дефицит небольшой, но тем не менее. Так что эти волны будут и впредь, ну, существенно влиять на ход демографических процессов. И нужно рекомендовать всем смотреть не только на эти, ну, понятно, значит, процессы в естественном движении, в миграции, но и особенно на возрастной состав. Наша возрастная структура деформирована, и мы должны смотреть не только на сколько будет, значит, женщин в возрасте около 20-25 лет, но и сколько детей будет в школьном первом классе возрасте и так далее, чтобы, скажем, и строители, ну, плановики наши готовились, так как, например, в Румынии было, что подняли рождаемость путем запрета абортов и так далее в 80-х годах, они подготовились, скажем, Румыны к этой ситуации, и потом было больше минусов, чем поднятие рождаемости. Ну, следующее вот поколение, которое было многочисленное и достигнет детородного возраста, это, я так понимаю, уже 21 века, вот нулевые, да, когда было более такой, ну, роста там, конечно, не было, но после 90-х все-таки какой-то плюс был. Ну, уже в 90-м году мы стали на путь депопуляции, первые минусы появились в 90-м году, и фактически ежегодно, уже 20 лет. Но рождаемость тоже падала в каждом году. Да, но рождаемость тоже падала, но потом усилиями, ну, демографической политики, и, конечно, может быть, она не была очень активной политикой, но, тем не менее, были, значит, приняты меры, экономические, скажем, меры. В первую очередь, значит, поощрение рождаемости шло путем увеличения надбавок, скажем, забота о, значит, детских учреждениях, ну, там определенные льготы в транспорте, особенно для многодетных детей. Тут было даже, на мой взгляд, сильно преувеличено значение многодетных детей, так как я считаю, что у нас в основном одна проблема – это рождение второго ребёнка, а не многодетных детей, нет возврата к многодетным детям. Ну, тем не менее, рост третьего, значит, ребёнка по очередности рождения и четвёртого дал определённые успехи. Так что сейчас среди родившихся уже более 20% – это родившиеся у родителей, которые имеют уже третьего и более ребёнка. А вот непродолжительный период в недавней истории Латвии, пятилетний примерно, в середине нулевых, принято называть жирными годами, знаете, да, это, наверное, период в новейшей истории, такой самый экономически благоприятный для Латвии по многим показателям. Почему в это время тоже постоянно наблюдалась депопуляция? Является ли это следствием открытия границ шенгена именно эмиграции? Потому что экономические показатели располагали людей к тому, чтобы рожать, кажется. Ну, видите, демографические процессы имеют инерционный характер. И, значит, для изменения этих процессов нужно относительно длительный период времени. Ну, например, снижение рождаемости в странах Азии или Африки, оно идёт очень постепенно. Есть усилия, есть, значит, в политике, значит, повлиять на эти показатели, но нет одной меры, нет в одном процессе, необходимо следить за миграцией, значит, выбытием, прибытием, за уровнем смертности. Так что здесь, конечно, экономическое положение изменения сразу может повлиять. Если, скажем, молодая пара размышляет, нужно, не нужно родиться, ну, первенце или второму, третьему ребёнку, то уже улучшение благосостояния может дать результат. Даже, ну, скажем, неразумная пропаганда в этой области, что будет над Бавкиной, необходимо нам, скажем, третий ребёнок и так далее, уже может повлиять. Но это лишь на часть, скажем, семей необходимо думать о долгосрочной политике. И это, значит, такая политика даст положительные результаты. Ну, поправить ситуацию из положения, что у нас возобновление поколений было даже 0,60 коэффициент или на уровне 60% возобновления поколений, 40% недоставало. Сейчас, ну, было достигнуто, как я уже говорил, за прошлом году 0,77, а в отдельные годы ещё несколько выше, в благоприятные годы 85%. Но никогда не было у нас ситуации, что, скажем, достигнут уровня простого возобновления поколений, чтобы родилось бы 2,1, 2,15, ну, если более точно. А если брать вот конец 80-х, мы сегодня упомянули, это когда, наверное, Латвия достигла максимума в своём населении. Чем это можно объяснить? Тогда, кажется, и рождаемость была такая благоприятная, хотя экономика ведь тогда в стране ещё в Советском Союзе в 80-е была такая неоднозначная совершенно. Ну, максимум населения мы достигли в конце советского периода, в конце, значит, 80-х годов. А в ту пору была действительно активная политика, в государственный план были включены очень много мероприятий, все министерства и ведомства заботились о развитии населения. Но потом, скажем, всё изменилось заметно, мы как бы перешли, ну, от социализма, скажем, от формации до капитализма, где, значит, ну, семье не уделялось столь большое внимание, значит, и очень резко год за годом, скажем, мы шли в эти минусы. Ну, сейчас мы возвращаемся к более нормальной ситуации, но пройдут ещё десятилетия. Так в государственный план уже было записано, скажем, считая, что плановики, наши руководители, ну, были слишком оптимистически настроены. И мы, демографы, уже предупреждали, что никакого ноль прироста мы не достигнем за первый, ну, значит, первый семилетний план, который закончится в этом году ещё. Что в этом государственном плане записано, что число родившихся достигнет 27 тысяч. А у нас 18-19. А у нас 18. Именно по демографии невыполнение, ну, самое невыполнение плана ощутимое. Это говорит о том, что действительно очень сложно, значит, обстоит дело с поправкой ситуации. Ну, мы видим в международном уровне. Не могут, скажем, эти страны, где демографический взрыв, перейти быстро на, скажем, нормальное, значит, ну, возобновление поколений, чтобы не шесть детей родилось, а, скажем, два, два, пять. Маленькое уточнение, вот возвращаясь к позднесоветским годам, я правильно понимаю, что всё-таки вы говорите, что это роль государства, демографическая политика? Получается, тогда у государства всё-таки хватало сил на фоне экономического кризиса уделять достаточно внимания демографическим вопросам в конце 80-х? Да, но именно Латвия была республикой в Союзе, где эта политика была наиболее, такой, актуальной, и, значит, мы попробовали, нам, можно сказать, было разрешено, потому что в 1981 году у СССР был принят первый, ну, указ, постановление о региональной демографической политике. Ну, во-первых, Москва попробовала, а мы были первой республикой, республика в целом. Ну, и здесь мы, значит... Первая в каком смысле? Первая, где был в план, в государственный план, были включены многие, не десятки, а сотни мероприятий, как я уже говорил. А почему именно Латвия стала первой? Ну, потому что у нас демография была достаточно развита. Мы после Москвы, Ленинграда, можно сказать, были центром, где в университете мы образовали демографический центр в 1982 году, без кафедр, которая была статистика и демография, у нас демографический центр. Ну, мы вместе с министрами, даже секретарь ЦК КП Латвии, скажем, стоял на точке зрения, написал брошюру «Третий ребенок». Скажем, что нужно поправить, скажем, положение, и мы показали, что это возможно. Но это длилось относительно недолгое время, взрыв определенный получился у нас, мы достигли уровня простого возобновления поколений, но начались уже здесь новые политические события в конце 80-х годов, уже, скажем, миграция изменилась, скажем, ну, все время в Союзе был механический миграционный прирост ежегодно. И обновлял, миграционный прирост обновлял, потому что также мигранты были в среднем, ну, более молодые, чем наше население. Ну, и возрастной состав был благоприятный для воспроизводства населения. А потом уже, как я уже говорил, минусы появились в естественном движении сразу, ну, и в миграции появились. Ну, да, железный занавес откреляет. И довольно ощутимые. Возрастная структура начала, скажем, постареть. Хорошо, а вот если сейчас брать роль правительства, политических решений, вот у нас формально как бы присутствует поддержка и рождаемость, и помощь родителям, и если говорить про эмиграцию есть, программа о реэмиграции, ну, как кажется, как получается, ее недостаточно. Да, ну, видите, действительно, мало также стран, которые материальными такими мерами стараются, скажем, ну, вот достичь такого увеличения врождаемости. Ну, мы не можем позволить, экономика не позволяет в настоящее время платить там весомые, очень весомые надбавки с тем, чтобы, ну, среднее население, скажем, средние слои населения отреагировали. Ну, что дает, скажем, увеличение надбавки там на 10-15 евро в месяц? Ну, все-таки вздвиг здесь ощутим, не только в этой области, как я говорил, за присмотром детей, значит, ну, сейчас много мероприятий с тем, чтобы везде были бы возможности оставить детей в детских дошкольных учреждениях. Ну, локальные меры появились, как и в советский период времени, что местные власти, ну, я живу в Юрмале, например, в Юрмале сейчас за каждого новорожденного 500 евро платят, ну, в Риге и так далее. Ну, видите, эти локальные меры также, ну, дифференцированы, но они дают определенные результаты. Но достичь уровня простого возобновления от очень низкого уровня, когда возобновление поколения на 40% было ниже этой нормы, это необходимо десятилетие. Но есть примеры, вот, может быть, не таких прям чудес, но, в принципе, вот, например, с Ирландией зачастую Латвию сравнивают, которая тоже переживала определенные кризисы. Есть положительные примеры вообще в мире? В каждой стране свои проблемы. Например, в Португалии, скажем, в Испании была эмиграция, скажем, эмиграция, ну, в Бразилии, например, португальцы выезжали, а потом возврат. Когда положение экономическое улучшилось, скажем, эмиграция началась обратно. Также и в Ирландии. Но наша ситуация такова, что мы сейчас имеем отрицательный прирост из-за эмиграции. И поправить положение, опять-таки, очень сложная задача. В плане записано, скажем, что необходимо обратить внимание на это, поощрять реэмиграцию, ну, в какой-то мере дает это определенные результаты. Ну, 4-5 тысяч возвращенцев ежегодно можно считать это из-за такой, может быть, политики. Простите, вот Эстонии же удалось выровнять. Они вышли в плюс за счет эмиграции. Ну, видите, поэтому я хочу и сказать, что лучше было бы, значит, не особые такие меры, направленные на резкое изменение положения, но увеличение уровня жизни в целом. За счет этой эстонции, думаю, добились? Да, они добились уже, ну, 15 лет назад весом перевеса, скажем, по сравнению с другими бывшими союзными республиками. Они сейчас входят в страну 30 развитых стран. Так? Ну, мы находимся где-то в 65-м месте, но это, тем не менее, в первой части, в первой сотне, но разница большая. Если в советском периоде мы примерно на равной позиции, то сейчас не только Латвия, но и Литва заметно отстает. Вот. В Эстонии первое, значит, отмечены положительные, небольшие, скажем, эти… Прирост населения. Прирост, да. А, ну, по предварительным данным, также первый год достиг на Литва. У нас за прошлый год, по моим расчетам, значит, 2000 минусы в миграции, ну, так округленно. Но это все-таки минусы. Это как бы я вам долгу, а сейчас все время, потому что у меня минусов. И еще, скажем, минус 2 за прошлый год, так что, можно сказать, мой долг осталось еще большим. Так что, во-первых, нужно достичь ноль прироста. Если говорить о прогнозах, разные приводятся данные, но, как правило, оптимистичных среди них мало. Ну, вот, как, например, Международный валютный фонд выступал с докладом летом в прошлом году, сказав, что к 50-му году Латвия потеряет 25% населения, до 400 тысяч и треть рабочей силы. Вы высказывали, что к 37-му году можно ожидать уже постепенный прирост. Вот, как на сегодняшний день вы думаете? Да, ну, это в естественном движении, да. Естественное движение, эти процессы исследовать легче и прогнозировать легче отношения миграции. Видите, мы зависим от того, что происходит у наших соседей в России, там, в Скандинавии и так далее. Ну, что касается численности населения прогноза, то, действительно, и Евросоюз, ионовские демографы для Латвии, ну, и наши также расчёты свидетельствуют, что мы в минусах останемся ещё довольно длительный период, десятилетия, но, на мой взгляд, всё-таки уже видны, видны и более положительные, скажем, результаты. Но когда мы достигнем вот точки прям самой? Ну, на мой взгляд, стабилизация, значит, численности населения на уровне где-то 1,7 миллиона будет достигнута в середине столетия. Так что… То есть, ещё 200 тысяч, до свидания. Ну, 2050 год, не так и много, 30 лет, но молодое поколение, сомненно, будет жить в условиях, когда, ну, Балтия, скажем, балтийские страны будут в плюсах. Тем более, что демографическое давление из стран Азии… Вот я хотел спросить. …очень ощутимое. Ну, и… ну, это изменяет наш этнический состав. Это будет… А какой в этом прогноз у вас? …другим, значит, положением. Ну, мы, если будем смотреть этнический состав, ну, то я сказал бы, что всё-таки мы достигли определённые результаты. В 1990 году 52% были латышей, сейчас 62, несколько десятых. 10 пунктов увеличения. Ну, положительно, в каком плане? Этническая, значит, показатель, скажем, не главный. Но всё-таки мы, латвийский народ, латыши, должны заботиться в первую очередь, скажем, о своём этносе. Но депопуляция происходит ещё в более высоком темпе у меньшинств, значит, этнических меньшинств, особенно, особенно, скажем, ну, такие, как белорусы, поляки, евреи, цыгане. Ну, русские, русские – это же самая крупная группа. Ну, русские, да, да, но там ещё положение немного лучше. Но русские проживают в основном и славяне в городах, а в городах в целом рождаемость несколько ниже, чем сельская. А вот эти вот иммигранты из третьих стран, вот если смотреть в перспективу, там, 30 или сколько-нибудь лет. Да. Ну, вот кто у нас, у нас был вообще кризис, когда нам нужно было принимать, мы политически сопротивлялись этому. Вот насколько представители этих этносов в будущем всё-таки повлияют на наш демографический состав, картину в целом? Ну, непрерывно, конечно, идёт рост тех этнических групп, которых раньше у нас было очень мало. Сейчас уже ежегодно, скажем, мы видим, что где-то 5-6% составляет эти этносы. Ближний Восток, Африка. И будет увеличиваться эта доля. Мы видим, что в командах там, ну, в хоккее ещё нет у нас цветного населения, но, смотрите, в баскетболе, в футболе, скажем, команда выходит, и тут непеременно, значит, будут также представители даже других рас. И на улице это мы видим, и это видим из стран Скандинавии, в Осло, скажем там, или другие страны, где этот удельный вес непрерывно увеличивается. Это демографическое давление. Это также объективное развитие процессов. Поэтому нужно действительно всем, которые следят за событиями в области народного населения, смотреть на то, чтобы эти процессы были бы объективными. И поощрять те, значит, ну, процессы, которые объективны. Например, мы не исчерпали все резервы в области жизнеспособности. Ещё у нас детская смертность, скажем, немного выше, чем, скажем, в многих экономически развитых, наиболее развитых странах. Да, здесь огромные успехи достигнут в детской смертности, но мы видим, что не всё исчерпано. А у нас ещё по-прежнему очень много несчастных случаев на транспорте, даже убийств, скажем, убийств, и других, скажем, причин, которые, ну, называются внешними причинами. Это устранимые причины. И мы видим, что в некоторых странах, уже там, Франция, Япония, у женщин продолжительность жизни 85 лет. Мы можем добавить это объективно. Ну, то относится и к рождаемости. А мы ещё не упомянули, что у нас всё-таки есть семьи, браки. Число браков недостаточно. Значит, молодые люди очень долго думают. Число рождения первенца происходит в 35-летнем возрасте. Это не оптимум. Медики говорят это. Мы сами понимаем. Спасибо большое, господин Звидринч. К сожалению, время наше подошло к концу. Доктор экономических наук, диомограф Петрис Звидринч был у нас в гостях. Спасибо вам ещё раз. Всего доброго, хорошего дня. До свидания. До свидания.